Всем привет из солнечного скабаристана. Иду на работу. Ветер сильный. Боюсь, что плохо в микрофон будет слышно. Тут все мне болтыхает, волосы. Думаю, взять, побрить, может быть, в этих местах. Потому что волосы никогда тут длинные не будет, а этот подшерсток уже прям лезет на глаза от ветра. Сейчас одну собачку подстригу за всю неделю. В общем, думала, наверное, вообще, как бы, неделю пропустить в работе. Но нет, все-таки одна собачка будет. А уже следующая неделя у меня практически расписано. Стараюсь с минимум. Завтра тоже я не хочу никуда. Буду отдыхать. И в среду тоже не буду писать. Потому что мы пойдем в поликлинику. И не хочу прыгать туда-сюда, что сначала там работать. Потом за Гришу, в поликлинику. Вот. Чтоб не было такой беготни. Потому что какие-то стрессовые какие-то ситуации тут получаются, когда торопишься везде. Вот. Сегодня я вышла минут на 15, наверное, пораньше. И вот иду не спеша, так хорошо. Потому что солнце вообще перегревает, пока что греет. А ветер холодный. И вроде бы как-то и жарковато с одной стороны, но расстегнуться уже опасно. Пришла на работу пораньше. Думала, сейчас пораньше приду. И все пораньше пришли. В общем, вот эта спаниелька. Один из немногих, который более-менее по породе стрижется. Но все равно так формальность такую оставляем по породе. А так даже юбки у него нет. А я, по-моему, его как-то показывала. Ты мой хороший. Он всегда полон тоже энтузиазма и желания стричься. Видите этот порыв радости и веселья. Да. И, в общем, уже хозяева пришли. Тоже, не знаю, как давно они пришли. Но я даже обрадовалась, думаю. Ну и раньше пришли, раньше начну. А еще сидит, смотрю, мужчина знакомый, собачка. Я говорю, здравствуйте. Сидит около моего тут подъезда, где я снимаю кабинетик. А я понимаю, что я совсем забыла, что я назначила им время когти тоже подстричь. Ну, слава богу, когти они полную там стричь. Гораздо было бы хуже, если бы я назначила стричься. В общем, не записала когти, да? Ну, что там в когти, казалось бы. И все, я совсем забыла. А все-таки надо записывать. В общем, ладно. Начну я работать. Стричь. Сколько у нас времени в итоге? Без десяти? Ну, хорошо. Нормально. Надеюсь, минут раньше всего лишь карата начну. Но буду меньше болтать, быстрее работать, быстрее закончу. Все, до связи. Ну, в общем, вот он, наш каратик. Готов. Посмотри, поделись-то. Посмотри. Какой серьезный. Хорошая собака. Собака немножко грустняка. Он похудел, кстати, сказать. Он приехал. Они вообще живут в пригороде где-то. По-моему, даже в деревне. И, короче, сюда переехали уже в город. Потому что хозяин болеет. И собака, судя по всему, переживает. Потому что видно, что она похудела. Он был больше. Что-то мне интересную вкусняшку подарили. Воздушный зефир с сочным апельсином. Натуральная сладость написана. Думаю, это так вкусно. Фантикинс меня встречает. Он там разложил, да? Да. Я его застал. Сюда положил. Раскопринчил сразу. Я зашла в Ермолина в очередной раз. В общем, что-то мне как-то интересен этот магазин. Сам по себе купила хинкали. Только не хинкали, а какие-то малюсенькие. Продаются. Называются сочинские. Не знаю, в чем там у них разница. В общем, там разные у них продаются. Также вареники с творогом. Вот это я забыла, как называется. Но это куриная грудка. Здесь ветчина и сыр. Это такой прям фастфуд фастфуда. Дела по штучке попробовать. И сосиски их тоже. Ирмолинские, по-моему, так и называются. Какие-то вот этого я еще не пробовала. Хинкали тоже нет. А вот в вареники вполне ничего. Главное их слишком долго не варить и вовремя мешать. Чтобы они не разварились, не разломались и тому подобное. У нас такая радуга красивая вылезла. Прелесть. Кстати, в этом году в первый раз вижу радугу. Потому что дождей было очень мало. Вот. И радуга, естественно, после дождя и когда солнце. Еще классно. Очень люблю радугу. У нас на телецентре решили дорогу сделать. Ну, там, на территориях непосредственно конец сентября. И вот решили асфальт положить. Как всегда. Все у нас ждется, когда будут как можно ближе холода, чтобы начать какие-то ремонтные работы. То Владик идет, он идет в кофте. А я иду в куртке, угадайся, кому жарко, кому холодно. Тебе не холодно? Нет, мне хорошо. Хорошо? Ну и мне не жарко. Как ты надеешься, кто в кофе греет? Любой греет. А мы сейчас встретили парень? Шел в шотах, нет? Нет, не сейчас, а сейчас в прогулке. Нет, мы когда шли в ту сторону, был там, шутка, да. Вот вечером, да? Потому что я утром кого-то видела тоже в шортах и футболах. Мы могли начать отдыхать, когда еще была хорошая погода. То есть еще в августе. Может быть, да. С августа до сих пор домой не зайти, не переодеться. Слежи воздух, свое дело сделал, домой пошел. Все это бывает. Фикпол, конечно. Так, я сейчас буду готовить ужин, вернее, уже готовлю его. Это петро куриное. Филия бедра куриного. В общем, я его уже порезала на кусочки такие. Буду спадливы делать. И там водичку поставила кипятиться для макарон, с макаронами. Вообще, с гречкой в последнее время больше люблю. Но гречки у нас там что-то как-то совсем мало осталось. Поэтому будем с макаронками. Это есть. Тут варится два карака. Это Тимоша. Надеюсь, что он курицу будет есть. Потому что что-то потроха куриные как-то вообще плохо ест. Я уже жаловалась. Так что сейчас закипит. Солью вот с этой пеной. И заново налью воду из фильтра. Сварю. В общем, по краю налью. Получится хороший бульон такой куриный. И это потом нам суп сварю. В общем, все как обычно. Тимоша мясо, а нам бульон. Так, так что сейчас я потом покажу, какую подливу я буду делать. Очень простая, незамысловатая подлива. Курица, специи вот этой. Сейчас скажу, какая она специя. Специя. А, отрезана фирма Камис. Камис вот эта специя. Курица на углях. И тут еще у меня что-то подобное есть. Типа гриля. Или на углях. Сейчас я найду. Я как-то показывала недавно. Это в продуктовых. А, катанье как-то, да? Катанье. Катанай. Катанай, катанье. Как это называется. Птица на углях тут тоже. В общем, очень вкусная специя. Мне очень нравится. Гришаня тут со мной на качельках сидит. Смотрит, как я готовлю. А Влад там у нас утепляет окна в большой комнате. Ватой затыкивает. У нас все по старинке. Мы живем еще в прошлом веке. Так что все нормально. Кстати, про прошлый век. Мы как-то поехали в Икеа. И я что-то не могла найти свою карту скидок икеевскую. Это Икеа Фэмили, да? И, в общем, Влад такой, ну давай на меня оформим новую карту. И стал он, значит, заполнять анкету. И, короче, там в конце, когда заполняешь, пишешь сегодняшнюю дату. И он стал это писать, значит, число месяц, какой вот был на тот момент. И год 1900 там какой-то. Я говорю, ты еще в 90-х годах застрял. Уже давно на дворе 2000-й миллениум отмечали грандиозно. Так что он бывает, конечно. Диккенс сидит наверху и контролирует все. Филипп куриного бедра жирный, оказывается. Как-то его так особо не использовала. В духовке обычно делала. Ну, если и брала тогда. Смотрите, сколько жира. Сейчас надо как-то аккуратно это слить все. Будет раковина. Там же жирненькая. В общем, я его сейчас обжарила так хорошенечко. Он, конечно, еще больше, но уж совсем не туду. Ужарилась. И так нормально сойдет. Сейчас волью этот лишний жир. Так, теперь, в общем, я беру. Наливаю сюда молоко. Ой, сейчас, Гришенька, подожди. Вот так вот делаю по сковородке, что там где-то. Что там. В общем, налила я. Ой. Поперхнулась. Налила молочко сюда. И теперь кукурузный крахмал. Можно картофельную. На ваше усмотрение. Вот так на глаз. Там чайную ложку. Две чайные ложки. Чтобы подзагустело. Ну, я так две чайные ложки добавлю. И сейчас быстренько, пока она не закипела, то начнет закипать и будет комками тогда. И вот так вот все равномерненько распределила. И получается такая подливочка. Можно, наверное, в принципе, и муку. Тоже будет хорошо. Все. Сейчас будет закипать, загустевать. И готова к макаронам. Ну, а я сейчас даже побольше налью. И тогда, знаете, что я сделаю? Я сделаю я макароны сюда потом. После того, как они закипят, чуть-чуть проварятся, я потом сюда сразу макароны, все сразу перемешаю с подливами. Вот так вот это дело будет обстоять. И, в общем, смотрите, такая вот она густоватая получается. Главное, слишком много, не надо крахмала. А то тогда вообще будет кисель-киселен, что ложка встанет. Так. На глазик под чуть-чуть. И вот замечательная подливка готова. Все. Сейчас с макаронками займусь. Ну, в общем, макаронки сюда высыпала. И теперь все перемешаю. Мясо, подливка и макароны. Это будет наш ужин. Еще можно сюда сыр натереть. Но лучше это именно перед подачей. Вот. Чтобы он там подплавился. И будет очень вкусно. Но я, наверное, буду без сыра. А то как-то вроде тяжеловато уже. У нас не ранний ужин, а уже поздний ужин будет. Вот. Все, готово. Сегодня очередной быстрый день пролетел. Не знаю, почему так быстрые дни. Мне это не нравится, что так быстрые дни летят. Сегодня я по дому практически ничего не делала. Только что там ужин приготовила. У нас теперь тепло. В принципе, мы еще не успели замерзнуть. Но как раз вот уже температура пошла на снижение на улице. 26 градусов у нас получается было когда? Позавчера, по-моему. Это было 21 число. В общем, я запомнила, что 21 числа, по-моему, было 26 градусов. Это просто супер-пупер. И все. И резко сразу температура на снижение 15 градусов. И на новой неделе уже 12. А то, может быть, и ниже. И сразу чувствуется в квартире с нашими окнами. Вот. Что я потом покажу. У нас тройные рамы. Представляете, от строительной компании тройные рамы стоят. И, естественно, все равно, поскольку, я так понимаю, они все равно деревянные. Хотя заявлено, как металлопластик. Короче, я не понимаю. Но, в любом случае, я все-таки приду к выводу, что нам надо будет поменять окна, чтобы не заморачиваться, не тыкать и мытье окон. Такая тема, постоянно у меня возникающая, с окнами. Вот. И поэтому завтра мне никуда еще, кстати, не надо торопиться. Никуда нам обязательно не надо идти. Ни на работу, ни в поликлинике, никуда-либо. И я буду заниматься, наверное, домашними делами. Завтра. Та-да-дам! Может быть, в скамеечках пороемся. Что у нас тут лежит? Я уже не знаю про эти скамейки, сколько времени я говорю. Но, может быть, завтра я до них доберусь. Но посмотрим. А еще, надеюсь, что погода будет хорошая. Погуляем. Что-нибудь еще придумаем. В общем, увидимся с вами завтра. Я прям вас так заинтриговала в завтрашнем видео. Но это повседневная жизнь. Вот. Поэтому ничего такого сверхъестественного. Правда, Диккенс? Скажи. Это вот так вот головой вам типа что-то передал информацию. Что ты за головой крутишь? Вот. Пошла я по традиции в маленькую комнату. По нашей вечерней традиции. А ты, поскольку такой вредный кот, будешь сидеть тут один. Сам виноват. Так что прощаюсь с вами. До завтра. Всем пока-пока. Продолжение следует.